Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описание сортов томатов, которые можно вырастить в открытом грунте в сибирском регионе или в другом холодном регионе без применения теплиц. Перед этим специально описываю разные-разные и которые попроще детерминатные. Вот этот будет, который немножко посложнее вырастить. Разные-разные-разные для того, чтобы начинающие огородники поняли, что в открытом грунте можно вырастить разные крупноплодные томаты. И это зависит от нашего предпочтения. Если нет времени, высаживайте детерминатные, полудетерминатные. Если много свободного времени и вы готовы все его посвятить томатам, можно им детерминатные посадить. Рассказывала до этого в предыдущих видео, ссылки сброшу, про бердский крупный, который 500 грамм и метр высотой, полудетерминатный. Потом рассказывала про сердцевидный, который вообще 55 высота, а вес 500 граммов, тоже он облегченный уход. В предыдущем видео рассказывала о сорте «Любимый праздник», который у нас отличается от всех других, потому что может дать плоды гиганты, даже говорят, до килограмма выращивают. Он тоже детерминатный, он невысокий. А вот этот томат, о котором сейчас буду я рассказывать, он тоже можно вырастить, плод 1 килограмм. Но у меня обычно 500, 600, 700. Я за крупными томатами не гонюсь, потому что их сложно, их куда девать. Для еды вот 500 граммовые самые хорошие. Сорт «Король-гигант». Король-гигант или король гигантов, я что-то это же... А, король гигантов, правильно. А я его король-гигант, король-гигант. Он традиционно считается самым лучшим вот этим томатов из сибирской серии среди крупноплодных. И название об этом говорит, что это король вот этих всех гигантов, которые были, ну как, выведены, изобретены, или как это называется. Он считается королем. Почему? Во-первых, несмотря на то, что индотерминатный, вот по сравнению со всеми другими, это все-таки индотерминатный. И он потребует обязательной подвязки к шпалере или к колу, обязательного посынкования, то есть всего спектра ухода, который требуют все индотерминатные. Но зато, благодаря своей вот этой индотерминатности, у него, конечно, чуть повышается урожайность. Потому что если эти до метра, они вот какое-то определенное количество, а он будет у вас метр семьдесят, метр восемьдесят. Вот у меня он на десять сантиметров перерастает, и все это, ну как, вся эта длина будет увешана вот этими здоровыми. Ну, сразу скажу, самые крупные, конечно, на первых двух нижних кистях, потом идут средние. Чем он отличается от других? Ну, вот мне кажется, что он отличается своим несоответствием. То, что он вроде бы индотерминатный, но он не очень требовательный ко всем к этим. Вот один раз у него выщипнешь пасынки, больше возвращаться не надо. Я это делаю один раз или два раза. Некоторые же сильно, вот бычье сердце, оно сильно обрастает. Один раз выщипнешь пасынок, придешь, потом может или из этой же пазухи, или из другой. Но вот они, короче, есть сильно израстающие пасынками, этот нет. Если оставить один ствол, вести в один ствол и один раз удалить эти пасынки, ну, по крайней мере, у меня так получается, то он стоит аккуратный, культурный, он не безобразничает, он никуда не разваливается во все стороны. Вот он формирует эти плоды. И еще, что мне нравится, нет никогда уродливых плодов. Ни разу не видела на этом короле-гиганте, чем грешат другие некоторые сорта. Вы знаете, что вот эта махровость цветов, вот эта срочность цветков, потом вот такие вот, как розы томатные выворачиваются, помидоры, он всегда ровный, он всегда гладкий, вот этот вот биф, вот этот класс бифтомата, вот именно похожий на бифштекс. Он красный, плоскоокруглый, иногда, ну, чуть удлиненный, вот как лапоть, как бифштекс, все. И никогда с ним нет проблем, в нем нет никогда отходов. Он именно вот форма, товарный выход плодов почти 100%. Я говорю, что никаких уродцев, никаких там кривеньких, косеньких, они вот идут, как штампованные. Вот это король-гигантов. Почему говорю именно о нем? Потому что это сибирский сорт, и несмотря на свою крупноплодность, он имеет способность вызревать в открытом грунте, в наших неблагоприятных условиях, с нашим коротким летом, с нашими вот этими продолжительными периодами плодоношения, он совершенно не капризен, он не капризничает. Хоть холодно, хоть жарко, он вот эти все наши перемены, все эти, но сибиряк, он и есть сибиряк. Если вы его посадите, вы уже точно будете знать, что эти плоды вы получите в любом случае. Получите хотя бы 50%, но с пелыми, которые вызреют прямо в открытом грунте. Конечно, это зависит, я не могу ручаться за всех, зависит от региона, от того, как рано наступают вот эти заморозки. Но, по крайней мере, вот эти крупные плоды, они имеют, умеют, такую способность имеют вызревать. И вот это тоже такое прекрасное, удачное сочетание вот этой крупноплодности и, я не скажу, что скороспелости, но все-таки он успевает обернуться за сезон и вот это сформировать, и созреть, и эстетически красиво на него смотреть. И красивый, и вкусный. Вкус обычный томатный. Опять же, как я и говорила про сердцевидное, я не буду говорить, что он такой сладкий, вот как вот эти бекалоры, что тает во рту. Во рту он не тает, если лето такое солнечное, если погода хорошая, то он будет более сладкий. Если лето дождливое, то такие томаты могут быть и водянистыми, и с кислинкой. Это не тот томат, который по природе своей склонен к образованию повышенного процента сахара. Это обыкновенный томат с томатным вкусом, с присутствием кислинки, но в нем очень много мякоти. И если погода, я говорю, солнечных дней достаточна, он будет и сладкий, он будет и вкусный. Вот это будет сладость, с ноткой кислинки. Вот такой самый истинно томатный вкус. И еще, что немаловажно, это не гибрид, и это не редкий коллекционный сорт. Он продается, вот у нас он продается в каждом магазине. Вы можете его купить, и вырастив один раз, вы можете собрать свои семена и высаживать его. В этом видео тоже добавлю, что я вот эти вот, как сказать, более подробные пояснения, вот эти видео, обзоры, делаю не для того, чтобы себе там кого-то привлечь, чтобы свое продать. Мне этого уже не надо. Я хочу, чтобы люди знали, что есть сорта, которые можно вырастить и в нашем сибирском регионе, и в открытом грунте, без теплиц. Можно все это получить. Он у меня уже много-много лет, не буду врать, но больше пяти точно, пять или шесть лет ни разу не было осечек. Вот в любой, при любом лете, хоть лето плохое, хоть лето хорошее, он все равно дает урожай. Все, до свидания. Вот про неприхотливые, которые для открытого грунта я сейчас закончила, на этом, на Короле Гиганта, а в следующем видео я расскажу совсем о других, о бекалорах, про которые можно сказать, вот положа руку на сердце, что вот тают во рту, такие они вкусные, что медово-сахарные, это, конечно, вот загадка природы, медовый салют, про которых некоторые люди говорят, что это один и тот же сорт, просто разные названия. Нет, они совершенно разные. Все, до свидания.